Не так давно Тимати начал активно выпускать треки, которые один за другим стали попадать в чарты всевозможных платформ. Сначала громкий фит с Моргенштерном, потом трек «Звездопад» с необычным клипом, вдохновленным Дрейком. Ну и наконец трек «Роллс-Ройс», который сделан при участии Егора Крида и Джигана. Все эти треки сегодня покоряют ТикТок, и возможно на этой волне обострился вяло текущий конфликт Тимура и его бывшего лейбла «Блэк Стар», артистом и сооснователем которого он был долгое время. И сегодня мы расскажем вам про новый виток конфликта между Тимати и Пашу. Мы начинаем. Поехали! Позавчера в инстасторис Тимати появилась серия постов, где тот обращается к кому-то из своих бывших коллег. Живи воспоминаниями, это наверное единственное, что тебе остается сейчас. Ты скоро поймешь, что именно Тимур накачивал этот шарик гелем, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу. Я, я, я. Вот ты. Вот результаты в сухом остатке. Я знаю, это болезненно, но признать придется. Тимати стал делать лучше. Последнее предложение в сторис, это отсылка к песне «Эль Проблема», где Тимати продолжает фразу строчкой. Тимати стал делать лучше, когда ушел из Блэк Стара. Судя по всему, это ответ на интервью Пашу для Муз ТВ. Ролик с ним был опубликован 22 октября. А больше никаких высказываний от людей, с которыми в теории мог бы конфликтовать Тимати, за последнее время не было. Два года назад он не мог сделать то же самое, ну что он сделал сейчас. Почему там год назад... Там Пашу реагирует на последние творческие ходы Тимати, включая песню с Джиганом и Егором Кридом. Он говорит так. Почему он не мог сделать этого, когда мы все были в команде, чтобы это было популярно? Я не понимаю, почему два года назад он не мог сделать то же самое, что делает сейчас. Почему год назад он не мог сделать трек с Моргенштерном? Я предлагал ему делать треки с молодыми исполнителями, но тогда он смотрел на это более скептически. Заодно Пашу рассказывает о своей реакции на куплет Тимати Вэль Проблема. Я не знаю ни одного человека в этом мире, который сделал бы для него больше, чем сделал я. Ему захотелось хлистануть или на этом схайпиться? Ну, пусть делает это. Я переживу. Обидно, досадно, но ладно. Об уходе Тимати с Блэк Стар стало известно в конце июля. Тогда и Тимати, и Пашу подчеркивали, что это исключительно бизнес-решение. По этому поводу, кстати, недавно тоже всплыли интересные новости. Оказывается, псевдоним Тимати все еще принадлежит Блэк Стару. Вот что накопали авторы статьи на Death Low. Товарный знак Тимати все еще принадлежит лейблу Блэк Стар. Об этом можно узнать из открытых источников по проверке товарных знаков. Исходя из них, торговый знак Тимати был зарегистрирован еще в 2011 году и будет действителен до 2028 года. Правообладатель музыкальной лейбл Блэк Стар. Вместе с объявлением об уходе с лейбла Тимати говорил, что покидает его с полным каталогом и товарными знаками. И уточнял, что компания 13 Барбершоп и Тату, 13 Бьюти и Блэк Стар Фитнес переходят в его ведомость. Они в свою очередь оформлены на компанию Блэк Стар Сейв, владельцами которой сейчас являются бывшие партнеры Тимати по бизнесу, Вольтер и Пашу. В начале августа Тимати подал заявку на регистрацию товарного знака Тимати Тимати. Интересно, что он не будет распространяться на музыку, а только на производство одежды, строительство и медицина. Сюда, кстати, могут входить и условные фитнес-центры. В 2019 году документы на одноименный товарный знак подал и лейбл Блэк Стар. Но о заявке речь идет только о парфюмерии. Права на музыкальное творчество можно найти только в торговом знаке Тимати, принадлежащем Блэк Стар. Возможно, дело в долгих юридических процессах, и в будущем Тимати перейдут права на псевдонимы бизнеса, о которых он говорил. Но на данный момент все выглядит так, что музыкальное творчество Тимати как минимум юридически связано с Блэк Стар. При этом издателем песен «Эль Проблема» и «Звездопад» на стриминг-сервисах значится сам Тимати. Кстати, скоро выходит и новый релиз Тимура Юнусова. Тимати объявил, что его новый альбом выйдет 13 ноября. До этого он сперва обещал выпустить его в сентябре, а потом перенес премьеру на октябрь. Но сейчас впервые прозвучала конкретная дата выхода. Это будет первый релиз Тимати с 2016 года, когда вышел альбом «Олимп». А вместе с тем, первый релиз записанный вне лейбла «Блэк Стар». Но на каком же лейбле Тимати выпустит свое новое творчество? У нас есть мысли по этому поводу. Уже 22 июля Тимати зарегистрировал компанию «Ракета» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Он единственный собственник и гендиректор компании. Основной вид деятельности «Ракета» — область исполнительских искусств. Это подразумевает организацию и постановку концертов, работу музыкальных групп, а также индивидуальную работу актеров, танцоров и музыкантов. Кроме основной, у нового юрлица Тимати зарегистрированы специализации на аренде, работе рекламных агентств, копирование на сетели информации и развлекательной деятельности. Что интересно, в треке «Звездопад» рэпер несколько раз упоминает слово «Ракета». У Тимати есть записанный в 2018 году популярный трек «Ракета» о том, как участники проекта взрывают iTunes. С фразой «Я запускал свои треки до интернета, без социальных сетей и взлетал, как ракета». Возможно, Тимати переносил даты дропа альбома из-за того, что хотел выпустить его на новом лейвле, а может быть из-за судебных процессов с бывшей организацией. А возможно, тут всё вместе. О том, что Тимати покидает Blackstar, стало известно в июле из его инстаграма. Вот текст поста. Для того, чтобы СМИ и каналы не коверкали информацию, основанную на домыслах и комментах третьих лиц, даю исчерпывающий ответ и, естественно, автоматический заголовок «Тимати покидает Blackstar». Это не спонтанная рефлексия 2020. Это взвешенные решения партнёров, которые провели вместе больше 20 лет. Перевернули мусор рынок в стране и построили зонтичный бренд, который основывался на музыке. Но стал известно популярен далеко за её пределами, открыв дорогу сотню молодых имён. Оглядываясь назад, порой не верится, что всё это реально было сделано самостоятельно с нуля, без каких-либо инвестиций. Так как во главе стола в то время было доказать не только себе и родным, но и всем вокруг, что мы чего-то стоим. На сегодняшний день, превратившись в группу компаний, на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть Гуклом, Верджином, Амазоном в своём деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чём я. Жизнь непредсказуемая, никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше. Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни, и как минимум знаю, как снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта. В сухом остатке, моя миссия в ООО музыкальный лейбл Blackstar подошла к концу. Артист Тимати сегодняшнего дня является независимым агентом, с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю, не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности. Хочу поблагодарить Пашу и Вольтера, а также весь костяк старожилов Blackstar, да и всех тех, кто с нами всё это строил в разные периоды времени. Это невероятный путь успеха, и мы вошли в историю как те, у кого получилось это. Это факт. И желаю вам удачи в будущем, только вперёд. Что касается меня, то я давно хотел всё поменять, стартанусь с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет полностью чистым. Меня ждут большие перемены, от этого ощущается долгожданный волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают загостенеть, и заставляют нас держать мышцы согретыми, растянутыми и в тонусе для любого вида флекса. Я не хочу превращать этот пост в длинную книгу, поэтому обозначу на опережение. У меня большие самостоятельные планы, а на многие ваши вопросы ответит мой новый альбом. Пусть Тимати благодарит здесь Пашу, видно, что у ребят в отношениях всё не ладилось уже тогда. Делить собственность это всегда неприятно. К тому же Тимати покинул компанию в довольно трудный момент. Для того, чтобы снизить расходы во время пандемии, Blackstar пришлось уволить 15% сотрудников, и снизить зарплату около 80% оставшихся. Компания потеряла финансовые поступления от рекламных контрактов, а также ей пришлось создать собственную курьерскую службу, чтобы доставлять заказы бургеров и сохранять взаимодействие с артистами. По словам бизнесмена, они решили не обращаться за поддержкой государству, потому что не захотели обсуждения общественности на эту тему. При этом наладить диалог с банками самостоятельно им тоже не удалось. Пашу ситуацию описывает так. Если говорить в частности, то музыкальный лейбл сильно пострадал, поскольку вся концертная деятельность и большинство рекламных контрактов приостановились. В сфере ритейла нет продаж, соответственно нет и денег, чтобы заказывать у нас рекламу. По сути остался только доход от стриминга, который мы получаем лишь месяца через три после выпуска контента. Доходы нашего холдинга стали значительно ниже того уровня, который необходим для обеспечения прожиточного минимума компании. Мы оптимизировали расходы, оставив только самые основные. В первую очередь мы тратим денежные средства на создание контента, который будет помогать увеличивать наш стриминг. Критической точкой для компании Пашу назвал дату 1 июня, если не будет принято решение о возобновлении работы предприятий. В противном случае у половины направлений Блэкстара начнутся серьезные проблемы. И мы видим, что серьезные проблемы уже начались. Но сейчас настает очередь Пашу удивляться. Тройственный союз в звездопаде... Вот такая вот ситуация. Что вы думаете по поводу нового конфликта Тимати? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok